добрый день вернее добрый вечер всем как меня слышно прошу поставить крестики или там плюсики или десятки раз два три 4 5 так ну вроде бы отлично вышел зайчик погулять зайчики гуляют мы работаем так я смотрю нас сегодня не так много видимо многие заняты или присоединяться к нам позже так и не знаю кому не видно я вижу себя на экране может быть оси у вас что-то с браузером не все пишут все хорошо так подтянутся да ну что ж я вас еще раз приветствую всех дорогие друзья и партнеры наши да как всегда у нас география очень огромном очень здорово и чувствовать и осознавать что мы большая семья большая команда вот приветствую всех тех кто и новые пришли значит сегодня мы проведем вебинар юридический на те вопросы которые возникают более всего у наших и новичков и партнеров клиентов которые уже давно находятся с нами вот наиболее часто встречающиеся ну постараюсь ответить максимально как всегда на все вопросы которые есть сейчас я постараюсь погромче говорить значит эти караганда сургут омск беларусь здорово значит вы все слышали видели наверняка и следите за новостями компании кто этого не делает я очень рекомендую хотя бы просматривать новости чтобы быть в курсе потому что периодически увидите даже дагестан здорово и ставрополь и афины тоже я как говорится и белгород и москва и бишки но всем здорово здорово даже америка у нас это мы вообще весь земной шар захватили это хорошо значит смотрите я как бы вот акцент делаю на новостях почему потому что у нас очень креативная команда многие это наверное уже почувствовали заметили и команда которая ищет как лучше для всех нас для всех кто притянулся в этот проект и ищет и возможности и средства и методы которые помогут улучшить все показатели ради которых мы тут все собрались а это как недавно андрей хавратов на заседании руководства сквмс групп сказал это такая родилась такая общая наша формулировка в итоге это будущее обеспеченной гарантией то есть мы создаем вот эту гарантию с вами все вместе который обеспечит наше будущее мы не будем стараться не полагаться и надеяться на кого-то другого кто нам это сделает а будем стараться делать максимально сами поэтому все что делает сквмс групп все что делает команда андрея хавратова это направлена на достижение вот этой цели будущее обеспеченная гарантией то есть плюс плюс это достижение как бы в целом мы как бы мечтаем хотим чтобы в мире реализовалась какая новая экономическая философия новая экономическая стратегия развитие эволюции нашей цивилизации для будущего поэтому следите за новостями потому что генерируется постоянно и новые идеи новые движения новые какие-то запускаются моменты которые будут действительно очень интересные и для всех и полезные и выгодные вот поэтому обращайте внимание на новости не пропускать их старайтесь вникать во все вот мы делаем акцент на том может быть кто-то это не не понял еще но обратите внимание на то что вам предложено в личном кабинете к приобретению какие продукты наша компания skyway мисгрупп предлагает приобретение и что наша компания как skyway мисгрупп рекомендует вообще на что внимание обращать номер один номер один это образование мы хотим чтобы максимальное количество людей стало грамотными и образованными в области финансов инвестиций и и составление своего благосостояния именно грамотного составления своего благосостояния на будущее наш мы не продаем не акции не доли пока что не какие-то дополнительно там какие то еще разные виды благ земных так сказать прежде всего мы продаем всем это именно образование причем образование это собирается буквально по крупицам как говорится вот команда тех кто читает это образование это люди которые прошли определенные получили опыт в разных областях жизни прежде всего конечно в бизнесе в экономике и благодаря своим личным наработкам качеством личному опыту и положительному и отрицательному смогли сформировать определенный багаж знаний которые мы аккумулируем в нашей компании и эти знания передаются в виде вебинаров в виде различных лекций роликов которые знаний которые передаются в разных формах и онлайн и оффлайн так сказать для наших клиентов и партнеров поэтому как бы вы должны понимать что разницу между сознательным инвестором да с человеком который понимает все основы и инвестирование и ведение бизнеса и основы процветания как они в современном мире могут быть достигнуты и правила работы современной экономики и человека который просто или выиграл где-то миллион долларов или там миллиард долларов или получил его каким-то образом просто вот прямо здесь сейчас он его получил разница огромна человек который имеет знания и не имеет как говорится рубля за душой он уверенно придет к своей цели он станет процветающим и сделать свое благосостояние которое будет с ним намного надолго навсегда а человек который не имеет знаний но имеет много денег он обязательно эти деньги потеряет сколько бы он не нашел хоть миллион хоть миллиард не имея знаний любой человек даже закрыв все свои проблемы купить себе дом машину там яхту сделает своим родственникам все хорошо все это в итоге все равно потеряет все остальные деньги и и останется ни с чем почему потому что у него нет знаний поэтому самое ценное на сегодня в мире является не материальные какие-то средства не богатства какие-то не какие-то там активы а в первую очередь это знание с имея знания в любую ситуацию в любой стране мира в любом городе или селе вы приезжаете вы можете сделать бизнес вы найдете как вы сможете построить себе будущее не имея знаний путь идет обратный к потере имеющихся средств поэтому акцентируйте всегда помните самое главное это получить знание самое главное разобраться во всем понять впитать максимально всего того что собрали по крупицам те кто уже прошли определенные разные ситуации в жизни и могут поделиться этим знанием поэтому все что вы если заходите в личный кабинет и вы видите продается о и обучающий инвестиционный продукт этот продукт прежде всего и то есть образование запомните вопрос вот значит а уже для того чтобы вы осваивали эти знания и могли ими воспользоваться компания на сегодняшний день в качестве бонуса в качестве подарка дарит вам обязательства по долям skyway то есть делать вас владельцем долей skyway в будущем акционерами со владельцами технологии проекта всего струнного транспорта анатолия юницкого skyway вот это в качестве бонуса подарка идет в каждом пакете а и по но мы не продаем ни доли не акции запомните пожалуйста значит это я объясняю те кто возможно впервые потому что я это уже много раз объяснял но как бы повторение горитма течение поэтому повторю и те кто новые они поймут значит дальше хочу еще сделать акцент для тех кто опять же может быть новенькие есть у нас вот судя по всему кстати у нас уже двести тридцать один человек это очень приятно мы корица аудитория растет значит смотрите разница в чем у нас между акциями и долями вот сразу чтобы вы понимали для даже для тех кому вы это рассказываете что вы сами даже для себя выясняли в английском языке в русском языке в основном используется понятие акции но в английском языке есть понятие stocks и понятие shares stocks это акции акционерных обществ joint stock company так называемые есть это по британскому праву значит эти акции им компания которая имя владеет которых выпустила имеет право продавать на бирже это акции которые можно публично продавать их можно продавать закладывать там разные операции с ними делать как со своей собственностью в отличие от них в отличие от них аналогичный инструмент для продвижения своего бизнеса это шеры но отличие они как бы аналогичны но имеет отличие главное отличие в чем заключается шеры выпускаются тоже как бы переводится как акции но мы я по крайней мере более склоняюсь к тому что это называть доли не акции а доли потому что это именно все таки доли в основном учредительном фонде как бы в основном фонде это даже скорее даже не сказать капитал потому что капитала как такового еще нет но компания на будущее выпускает вот эти акции шеры для того чтобы поднять свой бизнес например для того чтобы вам было более понятно что-то похожее это наше общество с ограниченной ответственностью кто уже сталкивался в нашей экономике есть есть очень и весьма продвинутые компании на основе сделанные у него внутри как раз вот именно есть уставной капитал и доли уставного капитала который выражается обычно процентах в уставе либо долями это можно также прописывать дробными долями вот вот это более подходит под понятие шеры потому что шеры на западе по идее они не подлежат публичной продажи то есть можно привлечь кого-то хочешь вот быть со мной в бизнесе вот войди у нас есть шеры купи вложи свои деньги в компанию компания будет допустим продвигать найти деньги какой-то продукт или что-то открывать какое-то производство или что-то еще делать и в итоге когда в результате всех этих операций через какое-то время стратегия бизнес-стратегия сработает то компания сможет этими полученную прибыль которую она получила она сможет тебе выплатить уже в виде каких-то дивидендов и так далее это обычно ну много очень компании на этом живет и процветают и очень много компаний известных я к сожалению сейчас просто на вскидку вам не скажу но есть такие компании очень много известных брендов даже которые именно на подобных формах юридических построены и совсем я вам скажу даже не обязательно выходить на айпи о о котором мы говорили с вами да то есть это как бы один из возможных планов проекта skyway это выход на айпи о то конкретно значит можно жить и без айпи ой получать даже дивиденды от вот этих долей но вот проанализировав вопросы которые вот сегодня я прочитал вот вы задавали в письменной форме до заранее есть наши клиенты партнеры которые еще видим они разобрались в этом и нужно пояснить то есть вот именно вот это отличие вот эти доли которые идут бонусом до виде сначала обязательств с конвейер инвест групп которые конвертируются потом в доли и рсс холдинга они на сегодняшний день фактически не являются как таковыми акциями потому что их нельзя продать ни на одной бирже пока и их даже сегодня я вам скажу что невозможно оценить по ту юридической процедуре которая сегодня существует принято в мире почему потому что реально под эти доли пока не построено ничего реально действующего не построен ни одной трассы пока skyway не запущена она не ездит не показывает какие-то результаты то есть пока мы с вами вошли в венчурный проект вот именно по skyway это венчурный проект венчурный это значит высоко рисковый это понятие чисто экономическое риски мы вы сами принципе даже очевидны они как как бы может быть они небольшие но какие то есть определенные риски конечно у любого такого проекта который начинается буквально с нуля то есть когда одно дело когда проект уже существует много лет и он уже принят и обществом и миром и он работает другое дело когда что-то новое но как когда-то вспомните два десятка лет назад пони это те же компьютеры что-то было вообще фантастическое я помню мне даже кто-то говорил что да вы что какие компьютеры мы еще 300 лет не увидим здесь на территории снг сегодня двух-трех там не знаю там или трех-четырех летние дети уже владеют этими компьютерами лучше чем некоторые взрослые вот так же самая мобильная связь ее не было еще буквально там лет 15 назад дав было первые появились телефоны это тоже какая-то фантастика была но она уже сегодня уже люди отказываются от проводной связи как бы зачем она да когда есть беспроводная вот дальше пойдут еще что-то также и со skyway то есть сегодня все города все мегаполисы все страны сталкиваются с проблемами пробок загруженности транспортом мегаполисы растут деревне пустеют транспорта становится больше коллапсы транспортные возникают естественно что нужно эту проблему решать а выход какой выход остается только один поднимать транспорт над загруженными улицами разгружать улицы вот то есть другой тип транспорта пускать это поднятый над землей до транспорта уровня о котором говорит антолий еницкий и соответственно внедрять его уже везде ну и соответственно skyway это как бы еще и бюджетность определенная ну как говорится дождемся будет построены первые трассы и тогда уже можно будет говорить о том что это что-то какую-то ценность какую-то стоимость имеют эти доли акции пока что мы просто на вере на доверие входим в проект который может стать действительно очень перспективным в будущем все начальные требования для такого проекта в принципе все есть понимаете то есть опять же мы вернулись до к этому то что нужно для успеха все есть составляющие успеха остальное уже как говорится зависит лично от тех кто воплощает проект и принятие его миром но у мира есть потребность в подобном проекте поэтому очень надеемся что получится надеюсь что я так немножко вам приоткрыл сейчас наверно буду переходить на конкретные вопросы чтобы мы по существу значит времени теряли нам так начинаю с пока начинаю с чата потом переключусь наверно на тело по которые вы задавали ранее значит когда будет запуск пробной линии сразу скажу ожидается в этом году ждем то есть ждем сообщение следите вот за новостями но полностью тут же выкладываем все все новости от головной компании которые приходят то есть следите за новостями вы также будете знать у нас буквально каждую неделю какие-то новости поэтому будьте в курсе вот пожелания татьяна удачи здоровья терпения сил физические души на большой веры в себя в свое дело веры благодарим и всем желаю того же так перевод далее происходит частями свик челпон переход перевод далее частями сик ну да частями по мере поступления по мере заполнения сначала по мере поступления заявок а потому что у нас раньше была форма заявок сначала да а теперь полностью идет по хронологии заполнения в личном профиле необходимых данных для того чтобы совершилась конвертация там у нас попадка по подсказкам в профиле сама система подсказывает что где заполнить и когда это все заполнено тогда вы попадаете в очередь и каждый месяц у нас первого по пятое число происходит комбинации вот то есть вы получаете на вас оформляются доли иерсис холдинга но опять же вот буквально тут вчера по-моему был вопрос в юридическом чате по моему валентина спрашивала валентина все суд в мире не помню соколец по поводу того что вот вопрос такой муж инвестировал тысячу долларов работает в госорганах и как оказалось ему нельзя владеть финансовыми инструментами иностранных компаний мне в юридическом чате юрист ну юрист это я значит вам посоветовал вложить долю по евразии значит смотрите валентина по поводу вложить доли в по евразии это вариант который мы сейчас прорабатываем это вариант действительно есть такой но он требует еще дополнительной подготовки документации потому что он подразумевает много документации для этого дела поэтому пока что мы не не будем наверное детально говорить о том как это делается а вот есть так слышно меня да то есть он пока что может не переживать по поводу того что он инвестировал 1000 долларов потому что он во купил образовательные пакеты или один пакет образовательный инвестиционный пакет в котором бонусом ему даны обязательства подарены вернее обязательства skyway инвест групп в будущем сделать его владельцем долей skyway но обязательства вот эти они не являются финансовым инструментом потому что они не могут быть оценены понимаете а это значит что в требование не владения финансовыми инструментами иностранной компании данные инструмент или форма не входит не сейчас не после конвертации если конвертация уже прошла то все равно не входит по этому не переживайте вносить и декларировать это не нужно потому что на сегодняшний день вот я вам скажу даже вот внести в качестве пая вот эти доли skyway это именно и рассос холдинга для этого нужно сделать оценку и ни один оценщик не сможет оценить эти доли почему потому что сегодня это пока только надпись на бумаге почему потому что под эти доли нет реальных еще раз повторюсь трасс skyway они только пока готовятся к строительству поэтому сейчас ему за это переживать не нужно но я вам скажу что мы разрабатываем сейчас начали разработку всей процедуры и всего что связано с по евразии именно с внесением паевых взносов участием в программах целевых которые будут у по евразии нашего до потребительского общества евразии и вообще мы то есть мы считаем что потребительские общества являются очень перспективным инструментом и очень перспективным даже не просто инструментом а направлением которое будет очень серьезным подспорьем любой экономики очень серьезным подспорьем это буквально и оздоравливающий и оживляющий элемент экономики неотъемлемый когда-то потребительскую кооперацию разработали по заказу коммунистической партии советского союза ну именно для законодательства аналогичное ну похоже или аналогично есть в многих других странах мира и благодаря вот этим именно кооперации экономика фактически элементом кооперации или целиком кооперации экономика любая экономика держится постоянно на плаву и то есть я считаю что за ними большое будущее поэтому поэтому будем это развивать вот так читаю у меня сын работает вовсе не или на медведеву ровцов с него договори написано что он не имеет права иметь бизнес заниматься предпринимательской деятельностью когда вы просто смотрите ролики на сайте компании изучаете получаете знания и ну просто являетесь клиентом компании когда начинается предпринимательская деятельность когда начинается владение своим бизнесом тогда когда вы начинаете строить структуру в нашей компании структуру то есть это многоуровневая система крауд инвестинга то есть маркетинг план когда вы начинаете использовать когда вы привлекаете людей когда вы получаете за свою агентскую так называемую работу какой-то бонус от компании или вознаграждение вот это является предпринимательской деятельности если ваш сын работая вовсе таким занимаются то ему надо этим прекращают заниматься но клиентом компании он имеет право оставаться ведь сотрудники вот этой федеральной службы любой федеральной службы любого уровня власти они все являются клиентами каких-то компаний компаний которые производят там например там чайники мыло там утюги телевизоры какие-то там жилищные услуги там мы все клиенты и разных компаний понимаете это не является предпринимательской деятельностью предпринимательская деятельность это деятельность которая подразумевает совершение действий более чем одного два раза даже более чем одного раза регулярных действий которые приводят к получению прибыли если он реально действий таких не совершает то ему это не является нарушение более того я вам скажу что никому не запрещено иметь например депозит в банке а депозит банки приносит проценты это же прибыль но это не является предпринимательской деятельностью эта деятельность уже банка и он начисляет просто вам проценты за пользование вашими средствами это пассивный доход пассивный доход не является бизнесом бизнесом является активный доход то есть то что вы получили в результате живых реальных действий поэтому в данном случае он неправильно наверно трактует если либо тогда надо разделять просто на быть клиентом компании одно а строить бизнес с компанией это другое но никто не запретит ему узнать как строить бизнес с компанией на будущее например просто для личной грамотности никто не запретит вот асия я оформила заявку на тысячу долларов пакет 17 октября доллар стоим помешать 2 рубля сейчас то растет будет ли мне начисляться доли по той же цене когда я оформлял заявку в рассрочку дисконт если вы делали заявку на расстрой в рассрочку да вы купили а и со спец дисконтом на там рассрочка то сам дисконт остается тем же но курс доллара будет на момент приниматься именно тот который на момент оплаты свой существует то есть но это как везде то есть если допустим сегодня вырос курс доллара вы сегодня проплачиваете то да у вас получается если по отношению к рублю то сумма немножко увеличится ну рынок а в другой момент наоборот проплатите меньше когда курс упадет все всегда какой-то баланс в жизни все есть не бывает так чтобы человек только терял 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 и ничего не как бы не от него зависит это же так галина скажите пожалуйста мне поступил сертификат по долям в личный кабинет в сертификате номер паспорта 1 сейчас буду менять паспорт и номер поменяется номер будет другой как быть чтобы лишним не было проблем и любой сейчас бы дарю сначала поменяете паспорт а потом оформите сможете форме другой сертификат смена паспорта вы просто вносите данные личный профиль прикладывать и изменившиеся документы скан ну там по подсказкам профиль зайдете вам подсказывать систему и потом сможете сделать даже если вы не сделаете другого сертификата старый будет действителен потому что если вы к этому старому приложите документ о том что у вас подтверждение что именно это был на вас сертификат что у вас что-то поменялось там или номер паспорта или какой-то документ будет подтверждающий что эта смена произошла это тоже будет уже достаточно для того чтобы признать сертификат действительно так теперь немножко вверх вернусь поддерживаю стричь своих этих налог на дарение придется платить налог на дарение если вы будете когда-то дарить свои доли кому-то когда это наступит такая возможность пока еще она не наступила туда тогда надо будет дарить наук на дарение если это не ближе не самые близкие родственники одна доля равно одна акция ну я объяснил на что в чем отличие доли акции не по ней не вы не поняли что такое шеры все шеры это по-английски ну по-русски это те же акции но я их более сложно называть долями доли в как бы в капитале компании но который еще формируется то есть который еще не стоит пока ничего он будет стоить тогда когда заработают трассы то есть вот компания допустим смотрите компания skyway она готовит проект запуска трасс skyway вот построенная трасса skyway допустим мы построили трассу skyway и запустили юнибусы по ней люди ездят она уже заработала она приносит начала приносить первую прибыль это значит что акции ну не акции а доли правильно да компания skyway начинает обретать какую-то собственность то есть какую-то ценность вот тогда тогда и можно их уже как бы считать какой-то но чем-то весом ликвидным пока что пока что это не является в полноценном понимании акции поэтому это доля шер это английская так перевели доли в гаване валентина бенюш меня перевели доли в головной но они в головном не отображаются доли переводятся в головную компанию это в ересес холдинг и у вас в личном кабинете skyway инвестгрупп свиги отображается выписка с из ересес холдинга который подтверждает что эти доли за вами закреплены ну записаны на вас в головной если у вас еще кабинет в головной компании отдельный то там ничего не будет это 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 там не будет отображаться это то что по системе skyway инвестгрупп прошло но у вас именно в личном кабинете в свиги отображается выписка из ересес холдинга напрямую ее формируют программисты ересес холдинга ним и даже наши программисты только как бы канал сделали для этого все приходит от головной прямо в ваш кабинет напрямую так галина скажите пожалуйста так это я ответил инвестор умер валентина и вместо умер в октябре что делать наследником в этой ситуации наследника в этой ситуации валентина и всем кто кого интересует наследование значит смотрите инвестор умер в октябре наследники идут к нотариусу по месту регистрации инвестора то есть этого человека на тот тот нотариальный округ должен быть и нотариус который ведет наследственные дела в этом округе и подают заявление на принятие наследства нотариус вписывает узнает у вас все все ли наследники какие есть вообще возможные наследники какое может быть имущество это все описывается и через ровно шесть месяцев происходит открытие наследства в этот момент вы являетесь нотариус нотариус выдает вам документ который подтверждает что вы являетесь наследником этого человека или вы или группа лиц там может быть группа родственников и и там прописаться сразу доли если группа родственников то появится как в каких долях кто что получает вот соответственно уже когда вы получаете эту бумагу от нотариуса вот делайте ее сканы и пишите заявление в службу поддержки skyway с групп которые есть у вас в личном кабинете связь вот и говорите что мы такие то такие то или я такая то такая то значит прошу переоформить тем доли которыми владел доли или обязательства которыми владел наш покойный родственник значит на нас и согласно вот этой бумаги и вашим личным данным и при жили служба поддержки произведет вот этот перевод во владение вот этих долей вот так ссылку на юридический чат у меня по моему самой ссылки то нет это посмотрю может быть если найду может кто-то кто выходит юридический чат дайте пожалуйста ссылку человеку потому что у меня самой ссылки то это нет я там как бы записан в чате но не знаю еще не разобрался где найти и мы никак не сделаем нашим форм который стоит потому что настолько загружены сейчас растет количество партнеров клиентов и мы загружены все очень сильно с формам не успеваем никак разобраться но я думаю дойду до него руки выделим время как-то запустим его тогда и не чатаете ограниченные уже не будут настолько актуальны так михаил благодарю вас ссылку денисска оформляется акции класса при конвертации значит смотрите вот к акции класса акции класса б там по моему класса простые акции идут если я не ошибаюсь потому что то есть есть акции класса а привилегированные есть простые привилегированные это те которыми могут владеть компании простые те которые могут владеть физлица вот привилегированными владеет как раз сам и рсс холдинг это привилегированные акции компании global транспорт инвесмент по моему да в которую внесены все патенты и вся технология skyway то есть и по оценке она составила 400 миллиардов долларов оценка этих патентов вот соответственно вот именно этими акции этой компании вот привилегированными владеет и рсс холдинг это это доли и рсс холдинга как бы со владельцами можно становится наши партнеры со временем эти доли и они по правилам акций простых то есть это шеры вот эти так называемые доли шеры простые то есть те которые подразумевают право одного голоса но в отличие от привилегированных за ними не закреплено не закреплен процент постоянный постоянный дивидендов это эти дивиденды должны быть выплачены по решению собрания акционеров так называемых наши владельцев шеров то есть дольщиков но большая часть владельцев практически но огромная часть это физические лица которые вот такие как мы с вами все инвесторы поэтому естественно они будут требовать максимальной выплаты этих долей то есть эти дивидендов по этим долям поэтому вот так переходим заявка на горе фула астана на доли оформленной на несовершеннолетних до достижения их совершеннолетия будут ли начисляться дивиденды на долях да конечно конечно даже пять лет неважно верификация вот вы пишите например ребенку 5 лет или после после прохождения верификации с 18 лет верификацию проходите в любом случае но верификацию по паспорту когда она происходит с 18 лет но если за ребенком закреплены обязательства с камерами с групп они не конвертируются в доли версии солдинга но по ним в любом случае с камерами с групп будет закреплены определенные акции у самой с камерами с групп как собственности с камерами с групп вот по этим акциям будут начисляться дивиденды по ним будет выплата естественно происходить таким детям будущем то есть до достижения ими совершеннолетия как совершеннолетие достигает такой ребенок то должна произойти конвертация и она пройдет после конвертации уже ему лично непосредственно нужно ли платить налоги из бонусных вознаграждений по партнерской программе свик налоги из бонусных вознаграждений ну да по идее да смотрите если вы денис не занимаетесь постоянно то есть у вас просто пассивно как говорится вы не строите структуру но у вас все равно там есть несколько человек которые под вас подписались но они допустим активно работают и вам идут бонусы вы при этом ничего не делаете да то у нас компании предусмотрена таким образом что выплата вот этих бонусов до виде вознаграждения за то что вы кого-то подписали когда-то давно да как такой пассивный доход ваш вам пресс будет происходить раз в год в конце года по моему и с этого с этой выплаты компания должна будет заплатить 13 процентов налогов за вас потому что в отношении вас она является налоговым агентом вот если бы это была компания с другой страны но поскольку мы сейчас делаем разветвленную сеть именно в региональных представительств и так далее то это будет выплата именно в стране вашего резиденция так нас так сказать то есть там где вы имеете гражданство допустим в россии да то соответственно компания которая вам облачивать вознаграждение она должна заплатить 13 процентов налога на доходы физических лиц как налоговый агент то есть она как вот компания которая выплатила доход физическому лицу она должна за это отчитаться налоговую и вы должны отчитаться что вы заработали просто там данный следующий год что вот вы в этом году заработали такую-то сумму но поскольку эта сумма будет выплачена один раз это не будет считаться предпринимательской деятельностью поэтому вам не надо для этого открывать индивидуальное предпринимательство если же вы хотите заниматься этим постоянно то тогда вам надо будет и постоянно получать эти бонусы то вам обязательно надо будет открыть индивидуальное предпринимательство зарегистрировать его налоговой инспекции и соответственно вот платить налоги уже получше всего по упрощенной системе налогообложения там 6 процентов вот один процент идет в пенсионный фонд отдельно это один процент пенсионный фонд если у вас доход выше 300 тысяч рублей а если менее 300 тысяч рублей в год то тогда там 19 чем-то тысяч платится пенсионный фонд цифру не помню точно это можно узнать вот и плюс вот эти 6 процентов налога вот плюс все это делается по безналичному расчету на сегодняшний день такая ситуация так на доли фронта фронтарь несовершеннолетних я ответил да доллар вот ирина пишет доллар введен как эквивалент то у нас есть понятие юнит один юнит является как бы таким внутренним платежным средством или критерием как как угодно его тут можно называть такой очень внутренней принятой компании он привязан сегодня к доллару но если с долларом какие-то качели начнутся да то соответственно компания привяжет его к чему-то другому или корзине валют или другой более стабильной валюте вот как сказал андрей хавратова доходь к литру воды привяжем да и все если даже валюты все рухнут не дай бог в мире вот вот для госслужащих я еще вот не договорил что когда вот эти доли начнут обретать свою стоимость вот тогда я думаю мы предложим инструмент каким образом сделать так чтобы вы не нарушали законодательство потому что тогда статус этих долей начнет меняться на сегодняшний статус вообще безопасно для вас вы можете этими долями владеть но они не являются ни финансовым инструментом не полноценными акциями которых говорится в любом экономическом справочнике и так далее то есть это не есть и не есть тот инструмент финансовый который которыми нельзя владеть который может привести конфликту интересов госслужбы и ваших частных интересов то есть вы именно вот этой собственности как бизнеса но когда эти доли начнут обретать свою стоимость тогда мы предложим вариант каким образом вам уйти от закона уйти от нарушения закона в таком случае то есть мы предложим такой вариант он сейчас разрабатывать связан с потребительскими обществами и с потребительской кооперации в целом то есть это как бы один одно из направлений которые мы сейчас разрабатываем и я вам скажу что сегодня разговаривал с ними дмитрием счастливым мы договорились с ним что следующий вебинар мы посвятим отдельно такой как бы возьмем там какой-то часть времени до вебинара мы посвятим его потребительскому обществу дмитрием и ответим на ваши вопросы мы специально подготовим более развернуто все что касается потребительского общества поэтому следите за новостями за сообщениями когда будет следующий юридический вебинар мы постараемся это сделать вот далее переходим можно ли вот галина спрашивает можно ли перевести договор на сына или внуков перспективе на сегодня нет на сегодня у нас смены партнеров смены аккаунтов одному человеку принадлежало потом другом это исключается только очень какие-то крайние случаи там ну это когда уже говорится просто вот именно например вот наследование вот тогда в таких случаях то есть когда уже по закону мы обязаны это сделать вот такое переоформление на сегодня так вот добровольно это невозможно сделать почему потому что ну как смысле что вы захотели на кого-то переписали сегодня нет потому что на сегодня эти доли ну поймите вот даже договор купли-продажи эти доли невозможно составить почему потому что реальные оценки их сделать невозможно понимаете пока нет критерия в оценке этих долей на сегодняшний день поэтому и договор купли-продажи сделать нельзя дарение ну может быть можно сделать договор дарения как-то его заверить даже даже и нотариально но привести его в исполнении переоформить можно будет только тогда когда вот эта конвертация будет доступна комитации между когда акциями не акциями вот этими долями акциями это условно говорю как бы более привычная может быть для нашего слуха но это все-таки доли когда этими долями можно будет каким-то образом распоряжаться уже на сегодня по как говорится никаких особо действий с ними сделать практически невозможно из-за их пока такого статуса далее но в будущем да это будет возможно я думаю что это будет возможно сделать и мы разработаем формы подсказки как это делать это все будет доступна в перспективе перспективе но я думаю что сейчас мы будем акцентируем все равно сейчас пока на других вопросах на сегодня потому что пока еще не подошли к тому периоду хотя он может быть скоро наступит ирина красникова расскажите пожалуйста регистрации несовершеннолетних но регистрации несовершеннолетних вам больше всего расскажет наверно служба поддержки наши у нас они очень грамотно и хорошо работают и всегда помогают в трудных ситуациях когда вы чего-то не понимаете вам разъяснят связывайтесь шаги очень простые главный принцип это регистрация несовершеннолетнего это наличие согласия родителей хотя бы одного из родителей то есть родители должны быть согласны с тем что несовершеннолетнего записываться данный аккаунт и покупаются какие-то вот это единственное требование для подтверждением этому будет ну да вот скан паспорта родителя по моему но там служба поддержки у нас подскажет что и естественно нужно там все свое рождение будет предоставить скан вот заполнить форму так владистав таскинин псков что можно говорить людям которые боятся светить данными паспорта не хотят из-за этого регистрироваться спросите почему они боятся если они них есть могут какие-то личные моменты то тогда да но к сожалению так если это просто страхи что там как кто-то написал вопросах что вдруг там кредит на меня кто-то возьмет еще что-то мы делаем все от нас зависящие чтобы защитить ваши аккаунты чтобы имени мог воспользоваться кто-то другой вот это личной информацией персональной наш программисты работают над тем чтобы и всякие хакерские атаки отражать и так далее то есть очень серьезно работают ребята я не полномочен как бы как-то оценивать их трудно на сегодняшний день у нас ни одного сбоя такого серьезного не я не слышал что было и это результат работы наших программистов застаем огромная благодарность вот я знаю что работа там постоянно тоже не загруженный что-то улучшают совершенствует как-то продвигают новые продукты новые какие-то наши акции и все вообще какие-то новшества в компании ложатся прежде всего на программистов вот поэтому все работает по моему все нормально какие-то маленькие были может быть когда-то там в работе сайта торможение или задержки какие-то там легкие такие сбои но это по моему от этого никто не застрахован но с честью вышли все восстановили все нормально мне кажется и не слышал чтобы какие-то серьезные были или потери данных или еще что-то у нас слава богу все работает нормально так после продажи уже акции в будущем налоги платить кстати вот после продажи акции в будущем налоги платить да конечно от продажи да надо будет платить налоги но мы тогда опять же предложим я рекомендую вот вам обязательно вот просматривайте все возможные доступные видео уроки видео вебинары ролики где передаются те разные знания о которых я говорил в начале вебинара знание в области экономики инвестирования финансов финансовой грамотности инвестиционной грамотности потому что вот эти знания помогут вам и и мы еще будем дополнительно давать определенные знания в том как уменьшить излишне огромные выплаты налога потому что если неправильно построить свое инвестирование то можно она очень как говорится человек говорит а когда я получу дивиденды а вот скоро посчитал о действительно наступает этот момент получил большие дивиденды если грамотно не не построил всю работу свою то с этих дивидендов еще и выплатил там примеру от 50 до 70 процентов можно даже потерять на эти дивидендов только на всяких выплатах то есть если неграмотно к этому подойти поэтому мы и учим и будем предлагать учить всевозможные такие принципы грамотного построения своего финансового будущего чтобы максимально выгодно было вложено каждое денежное средство которое вы потратили вот на инвестирование так лена ведруса команда energy простите отвлекли можно еще раззвучить могут ли госслужащие чиновники быть инвесторами считается ли инвестирование коммерческой деятельностью но мы пока еще им скажу что у нас ну мы считаемся инвестирование да но пока это не считается коммерческой деятельностью как таковой то есть но есть понятие инвестирования как коммерческой деятельности но пока что пока что мы не подошли к такому профессиональному инвестированию пока это мы условно называем инвестирование понимаете то есть для госслужащих и как я говорил пока ничего такого опасного нет но в будущем когда вот эти доли начнут обретать определенную ценность тогда да тогда надо будет что-то какие-то операции производить с вот этими долями чтобы не стать нарушителем закона наоборот наоборот чтобы исполнить закон и быть чистым перед законом так людмила если сын дарить тоже наук платить сыну нет это ближайший ваш родственник первой линии константин так я не понял что мы акции по технологии пропали 12 года пропали можно получить сертификат константин я не знаю чем вы именно говорите потому что skyway мисс групп была основана 2014 году насколько я помню никаких акциях 12 года вы говорите по технологии если вы инвестировали skyway до появления skyway мисс групп то это вопрос наверно в ту компанию в которую вы инвестировали и через кого наверно это к ним потому что вряд ли вам смогу сейчас ответить и по поводу сертификата я думаю да если вы именно в какие-то но не акции опять же это доли инвестировали туда вложили да то тогда конечно вы вправе получить выписку и сертификат вот но это на обращаться в ту компанию которую вклад инвестировали так светлана как написать завещание на акции светлана если вы завещаете в целом допустим там нот мать завещает сын у нее больше никого нет родственников первой линии есть только сын то есть он единственный наследник тогда специально писать завещание на акции не нужно потому что так и так по вот этому нотариальному свидетельству как бы который принятие наследства там ваш сын может ваш или но это тот родственник если наследник он может обратиться конкретно в нашу компанию и на него будут переоформлены от его родственника вот эти вот доли от умершего родственника поэтому специально не обязательно если не спины если вы хотите отдельно на кого-то только акции там в ней эти доли то тут мать и с одной стороны я вот писал где-то выкладывал в прошлый раз по я выкладывал ссылку на документ это я составил примерно текст завещания для именно для долей и skyway и обязательств skyway инвест групп но это примерно опять же невозможно написать сильно подробно можно было бы написать очень подробно можно написать номер сертификата можно вписать все данные из выписки сертификата все данные вписать там даже номера этих долей которые за вами закреплены можно при желании если они есть на руках если их нету то тогда можно такой общей фразой обойтись нотариуса много мнений как бы но как я вот общался с одним нотариусом опытным говорит так что если чем конкретнее вы пишете тем конкретнее перейдет но если у вас много всего а вы даже может быть даже всего и не знаете ну там не можете даже может вспомнить или все информации нет вы пишите просто всем чем человек владеет то есть и все этого достаточно чтобы это перешло на наследника но допустим вот смотрите я там почему это говорю в той форме который я предлагал как форма завещания да именно текст формулировка для нотариуса в этой формулировке там просто написано кому из наследников какой доли или одному просто обобщенно доли в скобках акции skyway и обязательства то есть это может быть skyway из групп это может быть и ресурс холдинг разные компании может быть какие-то другие появятся компании то есть чем обобщение тем она как бы расширяет круг чем более конкретно вы пишете то только более только вот это конкретное будет завещаться и так далее так я смотрю тут уже увидели промокод по поводу промокода но я в конце скажу по поводу этого промокода дальше значит татьяна если не заказывать сертификат что теряешь ничего для чего может понадобиться для того чтобы повесить на стенах ну да как бы но это формальное подтверждение вашей вашего владения но я вам скажу выписка подтверждает то что вы владеете и одновременно с этим подтверждением является даже электронная выписка электронный сертификат вот можно заказать за 10 долларов бумажный сертификат можно не заказывать я например еще ничего себе не заказывал и я просто знаю что я есть допустим внесен там список этот и все в реестр внутренней компании за мной закреплена определенное количество долей никуда это не пропадет потому что это эта информация дублирована защищена и так далее я вот вам скажу например как я этого раньше уже говорил на западе вот особенно соединенные штаты америки если вы сейчас вот кто знает например кто не знает они вообще сейчас перешли уже практически на полностью на электронный документооборот них там бумаги практически не ходит там очень мало где и когда они появляются электронный документооборот все документы существуют электронно они защищены и они дублированы сейчас распространяется технология блокчейн которая вот вместе с криптовалютами пришла вкратце смысл ее таков что любое действие любая сделка которая совершается в электронном виде у нее всегда есть очень много свидетелей то есть это самое лучшее подтверждение действительности этой сделки что она была совершена или этого действия что она была совершена ну за счет вот системы интернета я вот детально не буду описывать это может быть специалисту к наверное объяснить правильно я наверное не смогу объяснить правильно как более детально но принцип этой принцип таков что с помощью электронного документооборота очень упрощается работа но с другой стороны я вам сразу скажу что это как бы ну вот такой как отступление в целом до действительно упрощается документооборот упрощается очень многие операции ускоряется но с другой стороны уязвимость людей в целом цивилизации происходит перед теми группами которые контролируют информационное и идеологическое и все остальные пространство политическое то есть это как бы установление способствует больше тотальному контролю зависимости от тех кто контролирует интернет и вот эти все сервисы службы это не есть хорошо с точки зрения свободы человека и развития цивилизации в целом поэтому на сегодняшний день это принято как норма на западе но я думаю что и очень хочу этого чтобы спустя какое-то время там может быть несколько десятилетий может быть меньше больше времени пройдет пойдет переосмысление того движения которое человечество сегодня делает в сторону скажем так безнравственного потребления технологий когда нету нравственного щита перед технологиями когда любая технология воспринимается как благо и не оценивается ее нравственная моральная и духовная составляющая насколько она гармонично входит в жизнь человека или она что-то по какие-то подмены совершает или меняет но это уже как бы скажем даже более вот с такой точки зрения не с экономической больше взгляд более вот с такой и я думаю что человечество подойдет к тому что она вынуждена будет пересмотреть переосмыслить вот вот этот подход те кто двигает сегодня в сторону в охапку прямо обнимать эти технологии все новые имеют именно технологии которые приводят к тотальному контролю к зависимости и так далее то соответственно будет переосмысление будет изменение люди вынуждены быть очень осторожно относиться к подобного рода технологиям и вынуждены будут защищать внутренний мир свой внутреннее пространство для того чтобы развиваться как личность как духовная личность потому что без этого будущего не будет мы не для того прошли столько тысяч из десятков и сотен тысяч лет эволюции все человечество и такой огромный проделан труд планетарной культуры всей целыми пластами чтобы сегодня прийти к электронному рабству поэтому но я вам говорю свое мнение и насколько я понимаю даже андрей ховратов эти вещи тоже разделяет и у нас вся вся команда skyway вес групп разделяет подобные вещи поэтому мы считаем что человечество отойдет от вот этой вот засилие такой электронности и контроля перейдет вот более будет ценить и вот такие именно внутренний мир человека его духовную составляющую нравственную моральную это будет все как говорится и ценится и в почете так сказать но на сегодня мы пользуемся электронным документооборотом и он является подтверждением электронные документы я вам просто маленький пример скажу как бы уже возвращаясь к теме обсуждения нашего на западе электронное письмо от одной компании другой признается практически как как юридическое действие какое-то то либо предложение то ли сообщение информирование и так далее сейчас даже уже не являет ну не настолько существенно является прописывание но прописывают еще в договорах что признается электронные сообщения как документы но уже как бы ответственность за переписку переводят на юридически делают юридически значимой скажем вот так то есть переписка в электро в интернете может иметь силу в том же суде примерно вот такова то сегодня тенденция поэтому переживать что что-то там произойдет с вашими сертификатами или выписками если вы бумажном виде не взяли совершенно не нужно в электронном виде сохранилась сайта компании все это уже подтверждение того что там уже есть так будут ли еще юридически вебинары до будут ну к сожалению сейчас не получается и делать каждые две недели как мы раньше делали но я думаю что будут будем стараться по возможности их проводить но не реже одного раза в месяц может быть чаще так как будет происходить выплата дивидендов в будущем выплата дивидендов в будущем я думаю что это будет происходить по безналу то есть безналичным способом либо на ваши карточки либо на личные счета это будет сказано я думаю озвучено тогда когда мы подойдем к уже потому что эти дивиденды уже есть есть чего их платить то есть получена прибыль от реальных трасс skyway это если мы говорим о skyway да то соответственно вот с них и это вот я еще хочу обратить ваше внимание что skyway invest group родилась из как один из проектов академии частного инвестора андрея хавратова он является основателем этой академии и академия частного инвестора вот там прошу обратить ваше внимание на эту академию на это явление до в академии разрабатываются и проводятся определенные образовательные курсы вебинары которые помогают получить вот очень ценные знания в области частного инвестирования поэтому я очень вам река рекомендую не пропускать ни одного мероприятия которые проводят академия частного инвестора прислушиваться к тому что оттуда исходит потому что там даже я бы сказал что понятие образования идет более в широком и глубоком русле чем вот здесь камень из групп потому что мы здесь как бы ориентированы на более там на один проект да это skyway как бы в целом да хотя он в себе тоже под имеет несколько проектов это и транспорт и города будущего там и еще некоторые технологии вот но экологически но именно в академии частного инвестора она тоже работает и там даются более широкие знания я рекомендую тем кто хочет всегда иметь хорошо будущем стоять на ногах финансово и материально да то обратитесь вот к этим образовательным мероприятием которые проводят академия частного инвестора андрей хавратова так хочу за валентина бенюш хочу заказать сертификаты на доле компании выплачивать можно только с киви в обмане наша я просьба добавить другую оплату желательно добавить оплату через банки это сделано пополнение кошелька или добавить еще другие электронные кошельки на все стороны страны у многих киви в обмане просто недоступны валентина я вас попрошу я передам вашу просьбу но я не знаю с какой вы страны думаю что вам нужно написать просто такую просьбу в службу поддержки и они передадут уже непосредственно нашему финансовому директору игоря романенко и соответственно будет рассмотрен вариант как каким образом можно для вашей страны это подключить но определенные трудности подключения электронных к платежной системы не существует мы с этим работаем потому что сейчас очень многие вот эти платежные системы скажу что они можно сказать стреножены на сегодняшний день борьбой с терроризмом отмыванием денег получен преступным путем стреножены тем что международные рекомендации как и внутри каждой страны есть рекомендации все банкам и таким платежным системам после которых если это разные платежные системы разного скажем уровня и статуса они по-разному на это реагируют некоторые вообще сокращают количество клиентов своих чтобы не попадать на какие-то санкции некоторые сокращают количество видов деятельности которые они обслуживают для предпринимателей и компаний из-за вот этих вот неудобств или какие то есть которые не работают с определенными странами тоже какие-то ограничения вводят на свое усмотрение и но это тоже и для нас делать такие неудобства мы с этим работаем постоянно в поиске находимся новых форм кроме те которые сегодня уже есть до которые подключены вот вы своей стороны тоже можете предложение писать службу поддержки или прошения просьбы свои передавать письменном виде она будет рассмотрена обязательно что-то будет предпринято в этом отношении вот и будет понятно ваши проблемы может быть вам даже лично кто-то порекомендует и службы поддержки как вам лучше это сделать так алексей пишет правильно ли я понимаю если у меня сейчас 1 миллионная доля в skyway то при стоимости компании в 1 миллион я буду владельцем одного доллара миллионная доля в skyway 1 миллион ну да получается да так ася каким мы будем владеть я уже ответил по наш вопрос так елены дмитрий елена видеть его ваш сын акции не попал им попало и по акции мы шли подарок не акция доли везде когда вы пожалуйста где-то кому-то рассказываете о skyway skyway с групп пожалуйста упоминайте пожалуйста не акция доли и сумейте там может быть вкратце но объясняйте разницу потому что чтобы люди не не водить людей в заблуждение у нас именно доли которые как мы предполагаем мы делаем все для этого чтобы они будущем превратились может быть даже и в акции то есть после преобразования компании выхода на и пиво это они станут акциями тогда не подлежат продажи вот в любом случае в будущем они станут ценными и тогда как бы они то на что мы надеемся нам произойдет так какой процент дохода будет инвестором я вам скажу так значит привилегированные акциями которые владеет ерсс холдинг в котором дольщиками все становится до доли за вами закрепляются то ерсс холдинг вот эти привилегированные акции корневой компании gti global transport investment эти акции по каждой из этих акций записано что они входят в выплату дивидендов в размере 20 процентов от прибыли компании то есть на все эти акции будут выплачены 20 процентов от прибыли компании соответственно ерсс холдинг получив эти 20 процентов от прибыли головной компании до корневой он распределить это между своими дольщиками потому что так решит собрание акционеров все акционеры заинтересованы получение дивидендов соответственно это будет распределено и соответственно все получат там вычтется может быть какая-то маленькая мизерная сумма на содержание самого ерсс холдинга вот то есть там офисы обслуживающий персонал и так далее то есть это небольшие расходы в перспективе это будет вообще не заметно это то что я могу сейчас сказать так непонятно непонятно все эти доли шеры которые еще приобретаются на дивиденды на можно не мечтать не знаю мы мечтаем почему бы вам не мечтать мы мечтаем что будут дивиденды мы хотим что были дивиденды мы стараемся способствовать тому чтобы эти дивиденды были вот но для того чтобы они были надо построить хотя бы несколько сот тысяч километров дорог skyway вот а лучше полмиллиона или миллион тогда вот вообще очень существенные дивиденды пойдут вот но это перспективе так как бы сейчас кажется потому что еще ничего нет к только начало перспективе если построить это уже когда она все готова запущена то да тогда и дивиденды пойдут мы очень надеемся но для вот этих всех очень многие вот эти вопросы вот вам рекомендую все-таки обратиться к образованию которое дает академия частного инвестора вы на эти все вопросы посмотрите намного глубже и вы получите ответы даже на больше вопросов которые вы сейчас задаете так но дмитрий правильно ответил что когда люди приобретают квартиру или машину тоже паспорт прячут нет конечно везде идентификация личности сейчас везде к сожалению или счастью не знаю но такова тенденция такого сегодня и мы вынуждены везде показывать документы и входить в какие-то буквально чуть ли не на каждом шагу подписании этих соглашении согласия об обработке персональных данных это уже вы уже даете в ту или иную систему в ту или иную компанию свои персональные данные сейчас это везде спрос сплошь и рядом так что там сильно спрятаться и смысл в этом тогда прятаться долина если никого не подписываю я плачу за себя по 250 долларов каждый месяц если вы получаете вознаграждение по структуре то тогда вам нужно получать его один раз год тогда это не будет вашей предпринимательской деятельностью один раз год получили вознаграждение компания 13 процентов за вас заплатит и все если вы не хотите платить 13 процентов хотите уменьшить эту сумму то тогда регистрируйтесь как предприниматели получаете эти деньги именно как дохода принимает предпринимательской деятельности вот и тогда вы будете меньше налог платить потому что я говорил 6 плюс 1 получается да ну там может быть за банк снимет еще процент за пользование может быть там и не надо будет снимать процент этого в итоге все равно вы выигрыши будете но смотрите по суммам по затратам взвешивайте считайте вы увидите что вам выгоднее так или на ведроса шестнадцатом году обязательные платежи по пс и омс для индивидуальных предпринимателей до 23 153 рубля ну вот видите да сумме дается это уже со страховыми всеми выплатами и пенсионный и медицинское до страхование совершенно верно вот если у вас еще выше 300 тысяч то плюс там еще один процент добавляется для пенсионного фонда так денис если акции класса b предназначены для юрлиц то верно ли я понял что свекла деть привилегированными акциями класса b нет акции класса предназначены для юрлиц привилегированные акции класса а вторые акции это уже вот простые но они не в корневой они веры со солдинге то есть есть корневая компания gti коротко до глобал там спорта место нее входит skyway инвест групп skyway капитал и rss холдинг вот и но главное больше всего и риса с холдинга получается сегодня и мы и даже skyway из групп тоже входит как владелец совладелец и rss холдинга за счет того вот этой но внесение своих покупки и долей инвестирование в доли и рисус холдинг вот так ольга 17 10 через личный кабинет оформил заказ на весе нет а магазине яндекс деньги наличные для досрочной оплаты и с диском 2 чтобы воспользоваться 7 плюс акция перехода ночной этап тоже не оплатила заказ однако я до сих пор не перечислить деньги в компании приговоры по телефону и переписка ни к чему не перевели в результате потеряла подарочных 5000 долей все возможности еще раз оформить випсвит дисконт это еще 100000 долей если у меня юридическая основатель для подачи искового заявления в суд для взыскания материального и морального ущерба а также упущенной выгодной следа то как рассчитать стоимость долей но это так я вам сходу не схожу надо думать теоретически да надо смотреть что ответил яндекс по кой причине надо читать документацию яндекса которую мы подписываем когда перечитывать эту документацию там же очень много чего прописано правил по которым работает яндекс какие какой ответственность он за собой признает какой нет и исходя из них вы же делаете кликайте как бы на согласие что вы согласны с условиями тогда вы регистрируете яндекс хошелек и вот зависит от тех условий которые яндексе прописаны если по этим условиям яндекс нарушил сам свои условия то тогда его можно привлечь к судебному разбирательству если он не нарушила это могло произойти по какому-то другому причину или даже эта причина будет написано как доказано что это форс-мажор то есть это не действия которые не от яндекса зависели то есть обстоятельства которые сила обстоятельств выше действий яндекса который может предпринять в этой ситуации то тогда вы ничего не докажете только потратить на суд скорее всего что потратиться дешевыми такие суды не бывает я вам просто говорю как юрист поэтому очень хорошо взвестия прежде чем это подавать разберитесь до конца с яндексом но я не знаю я не могу ничего гарантировать попробуйте написать еще письмо в компанию с подтверждениями всего этого не знаю я не принимаю решение на эту тему я не могу ничего не обещать не это но я бы попробовал еще такое действие сделать но это я просто обчалит говорю никогда же не как сотрудник компании потому что я не принимаю решение по этому вопросу поэтому вот разберитесь до конца с яндексом и напишите письмо в компанию с подтверждением что это как-то произошло не знаю какие-то скриншоты какие-то подтверждения что вы эти проплаты делали что не знаю вот как то так если компания пойдет вам навстречу туда здорово но я не могу больше ничего сказать и и тем более обещать это не от меня зависит надеюсь вы понимаете александра манова мы покупаем аипы ради дивидендов знаете не помню то ли рэнди гейджа то ли кого как-то однажды андрей хавратов нам видеоролик включал еще в начале девяностых когда перестройка была впервые там приезжал москву по моему или в петербург и читал лекции и один человек вышел там вопросы задавали вышел к микрофону и говорит скажите пожалуйста у меня вот есть 10 тысяч долларов куда вы порекомендуйте их инвестировать вложить чтобы стать будущим богатым говорит вы знаете говорит вы не сделаете того что я вам сейчас порекомендую я могу порекомендовать вы реально станете богатым если вы это сделаете но вы этого не сделаете будет а почему а что он говорит а вложить эти 10 тысяч долларов в образовании знаете можно вложиться очень хорошие дивиденды получить но можно и же и потерять не имея знаний а можно вложить в образование получить образование знания определенные которые позволят вам не потерять и благодаря этим знаниям можно начинать бизнес с одного доллара и построить его пример вам пожалуйста андрей хавратов реальный который добился огромных успехов и многие еще другие кто у нас есть и в skyway invest group и в академии частного инвестора и в мире много таких примеров когда люди начинали буквально с нуля и выходили на фантастические результаты даже если не какие-то обстоятельства в жизни отсутствие знаний складывалось так что они теряли это они потом какой-то срок обязательно набирали опять эту высоту вот что делать знания родиться наследником богатого дядюшки не не является залогом счастливой и безбедной жизни можно потерять все в один миг это вот я вам говорю свое реальное убеждение потому что я сам к этому пришел я понял что знания имеют реально огромное значение для того чтобы постоянно быть как говорят материально стоять на ногах крепко и быть на плаву в любой сфере даже не только в материальном скажу что даже в духовной моральной и нравственной нужны знания мудрость знания это все нужно это все нужно впитывать осознавать переосмыслять это все то без чего невозможно добиваться каких-то высот в жизни высот очень много и новая эпоха вот эпоха водолей которая начинается открывает новые скажем горизонты для развития человека понимаете человечество будет идти еще дальше поэтому знания вот вот это даже кстати эпоха водолея да вот может слышали нас наступила тысячи третьего года как бы официально данным начинается но она постепенно входит в свои права хотя еще как бы сильно еще с энергией старой эпохи то вот это новая эпоха эпоха водолея она считается эпохой знаний когда людям будут открываться знания очень огромные пласты и знания вселенские на уровне вселенной то есть законы вселенной прошлое и будущее какие-то духовные аспекты нравственные моральные предвидения ситуации будет люди будут друг друга чувствовать на расстоянии там телепатия начнет развиваться там все вот эти способности которые нам кажется сегодня чудом у единиц они ну завтра образно говоря да в следующем там столетиях они начнут уже развиваться до такой степени может сейчас уже начинаешь замечать за многими людьми что у них это открывается это нормально понимаете мы входим в это время поэтому сейчас основа для новой эпохи это прежде всего знаний не материальный капитала знаний а знания дадут вам и материальные основу и духовную понимаете так что такое конвертация в кабинете я по очереди вижу внизу вы пишете давайте по очереди что такое конвертация в кабинете конвертации объясняю skyway мест группа дает образовательные инвестиционные продукты в них образование как инструмент вам дается для применения знаний в этом образовании бонусом подарком от компании обязательство сделать вас будущем владельцами долей skyway и на сегодня тогда и вот эти по этим долям skyway в будущем когда проект будет реализован венчурный проект skyway будут начисляться дивиденды при успешной реализации этого проекта пойдет прибыль и с нее будут выплачиваться дивиденды на эти доли вот это гарантирует компания это бонус это подарок за то что вы прослушали образование наша цель сознательные инвесторы сознательные грамотные финансовые люди почему сегодня в мире процветает огромное количество мошенничеств почему финансовая мировая система построена как ловушка как долга ловушка загоняющая человечество в долговую яму эта ловушка она скоро будет разрушена либо вселенской энергии какой-то силой либо самими людьми но она разрушится скоро все равно это пузырь который всасывает себя только все блага людей и делает их должниками несправедливая система построена на обмане кто интересуется посмотрите фильм в интернете деньги пирамида долгов посмотрите фильм деньги пирамида долгов это вам откроет глаза на очень многое есть еще ряд фильмов которые открывают на подобные вещи и дух времени и другие кто задумывается об этих вещах посмотрите вы откроете для себя много нового поэтому мы работаем сейчас как раз над тем чтобы подойти к тому чтобы это все ушло вот это негативное и новая эпоха она для этого как бы нам будет давать можно сказать все благоприятствующие условия так так халжа добрый вечер те кто зарегистрировались но не внесли оплату сохраняться в компании будут ли получать доли от своих подарочных акций да ну в смысле доли они получили подарок доли зарегистрировались ничего не приобрели ну да они на эти доли что-то будут получать но как получать вы же поймите что если это будет ощутимо на их доли только тогда когда будет постоянно очень много тысяч километров дорог только тогда даже на такие маленькие доли у кого-то там 50 долей там 30 долей 150 300 так далее то на них вот эти дивиденды придут какие-то копейки да может быть больше будет в будущем ну пока сейчас в ближайшее время конечно на такие маленькие доли дивидендов не будет но сами по себе эти доли со временем будут обретать ценность и ну человек даже если он не захочет инвестировать он просто какой-то прекрасный момент либо там подарит своим детям эти доли они может быть тому времени будут очень дорого стоить либо продаст их вот и все я вам пример вот уже приводил до акции ну доли сначала доли потом акции apple когда вдруг стива джобса в 76 были 78 году стив джобс ему обратился к своему другу говорит помоги мне вот я сейчас начинаю бизнес такого нигде нет компьютеры apple а тот верится к тебе надо 800 долларов тот ему рассказал перспективы говорит это все это захватит весь мир это будет очень перспективно ему дает 800 долларов проходит какое-то время пару недель там посмотрел подумал блин да какие компьютеры чем что он там не напил какую-то фантастику нарисовал я ему деньги отдал приходит этому стиву джобсу говорит слушай говорит верни мне мою 800 долларов они мне дороже сейчас нужны ну тут не хотел не хотел отдал и тот ему вернул эти доли акции сегодня эта доля которую он вернул стиву джобсу эти на 800 долларов это 55 миллиардов долларов видите как поэтому такие даже маленькие доли в будущем может быть да будут иметь очень хороший вес и никуда не денутся надежда бишкек если клиент категорически откатся от своего пакета просит передать другому лицу то можно ли оформить доверенность на владение управлением пакетом другому лицу до перехода в IPO но я думаю да это может быть такой такая форма потому что переоформление не происходит но как бы записано чек она доверенностью которую полностью передает вот этому своему партнеру или кто это его человеку другому то тогда да можно таким образом софия травки на кавитации до сон например нужно что-то делать срочно ничего софия вам ничего делать не надо как и мы ничего не делаем все сделает автоматическая программа которая и те тут те люди которые закреплены за процессом кавитации ждите пока у вас кабинете не отобразится выписка из ерсс о том что доли за вами закреплены уже там все да вы эту выписку можете в электронном виде сформировать и можете даже заказатель бумажный сертификат оплатив его по стоимости 10 долларов это изготовление и высылка вам на почтовый адрес указаны там заявки так халжат сохраняется ли компания те кто только зарегистрировался ну да ты уже пробит чат так свина привилегированные доли так но я уже ответил по поводу этого то крыса если продать шеры помимо биржи компания сама при копите делать перерыв ступку сейчас возможности продать шеры нет доли вот эти возможности этого появится да когда они начнут что-то стоить но опять же как продать это но об этом будем говорить сейчас пока что это недоступно когда будет на них спрос да возможно такая возможность откроется мы тогда просто объясним как это делать все выгодно акции детям оформить отдельно подарить или завещать это вам решать как вам выгоднее можно оформить сразу на них все тогда никаких действий потом делать не надо на ребенка записано и все александра романова то есть можно дивиденды инвестировать в адресные проекты да можно ерис исходник в адресные проекты дивиденды будет инвестировать только если решит все собрание акционерам скорее всего все акционеры захотят чтобы эти дивиденды шли на выплату поэтому вряд ли герас исходник сможет принять такое решение вы лично можете свои дивиденды отправить на адресные проекты даже не выводить их из личного кабинета тогда я оплаты налогов не должно быть потому что это как все остается в компании вы отказываетесь получение дивидендов и отсылайте получаете новые обязательства новые какие-то либо взамен доли либо обязательства по выплате эти дивидендовые закрепление за вами долей вот то есть тогда вы налоги никакие не платите но актив ваш можно сказать растет перспектива актива этого окно на улицу меня попросили закрыть сейчас вроде бы уже успокоилась то просто час пик был будут ли дивиденды покупали то в надежде на дивиденды дивиденды будут давайте построим хотя бы несколько сот тысяч километров дорог можно связаться с вами когда возник евро вопрос обратитесь пожалуйста в службу поддержки они вас свяжут со мной халза будет ли считаться инвестор работающим и как с ним будут брать налоги по моему этот вопрос я тоже уже озвучил инвестор просто пассивно получающий доход ничего не делающий не является работающим предпринимателем если он получает вознаграждение один раз в год а если он хочет регулярно это делать и делать и получать вознаграждение тогда ему надо открывать диверные предпринимательства потому что такая деятельность считается предпринимательской так глина голубева я завещание оформила в нотариус именно по рекомендации максима николаевич но видите значит отлично работает ну вот можно так на сергей налог на дарение надо будет платить да если я уже говорил если не первая линия родства если это просто кто-то другой если это первая линия родственников то там налог на дарение платится центром напишите пожалуйста если сейчас мешает окно у меня открыто но по моему уже вот пробка спала просто под окнами большое движение было машин час пик прошел сейчас более спокойно если не мешает то я оставлю если мешает закрою пока никто не пишет видимо не мешает так секунду я посмотрю никто не пишет какой смысл заказывать сертификат к если продолжаем покупать а и по александра романова если вы купили и бы прошла конвертация можете заказать сертификат можете не заказывать его можете электронной выпиской довольствоваться и то и то есть подтверждение вполне легитимное достаточно легитимное чтобы вы смогли доказать владение долями так максим как когда и куда будет осуществляться выплата дивина в будущем как куда наличный счет либо на карточку либо на расчетный счет этот вопрос будет прорабатываться отдельно когда встанет вопрос выплаты эти дивидендов то есть будет вопрос возможности как бы проводок вот этих как это делать будет налажена система по которой это будет делаться но это будет по безналу но либо на расчетный счет либо на карточку но это будет сказано позднее я думаю что на расчетный счет наверно просто но может быть будет возможности на карточку выводить посмотрим может быть будет несколько вариантов вывода может быть на электронной кошельки на карточку куда-то еще. Я думаю, эти вопросы мы решим, когда уже подойдем к оплате дивидендов. Егор, в RSV Systems есть инвест-договор, регламентирующий отношения с КВС инвесторами. А в СВИК какой документ регламентирует отношения с инвесторами? В договоре прописано самообучающая программа. Вот эти договора, которые есть в личном кабинете, они регулируют все наши взаимоотношения с вами. Далее, когда мы сделали вас владельцами долей в RSV Holdings, то у нас, я не знаю, мы не подписывали такого инвест-договора с RSV Holdings. У нас идет выполнение договора, подписанного Андреем Хавратом и Анатолием Эдуардовичем Яницким 4 сентября 2014 года. Он подписан в сотрудничестве на 20 лет и там прописаны основные условия нашего сотрудничества, параметры. Мы по ним идем, мы выполняем этот договор. А вот это договоры в RSV Systems, это немножко другое. Это отношение RSV Systems с инвесторами, но они немножко по-другому строят свою работу. Мы по-своему строим, есть разница немножко у нас. Поэтому мы не можем отвечать за то, как они это делают у себя. Изначально вообще предполагалось, что команда Анатолия Эдуардовича будет заниматься только технологиями, а Skyway Invest Group будет заниматься привлечением людей в проект. А потом уже получилось так, что там в команде Анатолия Эдуардовича Яницкого создали Skyway Capital, вот этот сайт RSV Systems и так далее. Они стали самостоятельно там тоже привлекать людей. То есть, то, как они это делают, они это своими методами, мы своими. Кстати, вот Петр Масвад спрашивает, сертификат показывает нотариусу или нет. Я разговаривал с нотариусом, мне нотариус сказал, что ей в принципе это не обязательно для того, чтобы составить завещание. Можно электронный показать, сказать, что вот есть электронный, распечатать его и все, упомянуть. Дело в том, что если бы человек себе в завещании написал, что у него есть какие-то акции какой-то компании, которые реально у него их нет, то придя в компанию, компания скажет, извините, а он себе это приписал. Понимаете как? Сама компания не смогла бы подтвердить, что он владеет такими акциями. Поэтому, если бы такое было, то все равно они бы не смогли обмануть компанию таким образом. А компания, она обязана ответить на запрос то, как оно есть на самом деле. Если есть запрос о том, что вот такой-то человек был в компании зарегистрирован и владел какими-то долями, то естественно компания обязана озвучить, что да, такой человек есть, владел такими долями, за ним закреплен такой-то кабинет и так далее. Размер такая-то сумма, если есть нотариальная бумага, принятие наследствия. Так, ранее говорилось Александр Порси. Возможные продажи долей SkyWay в конце 2017 года. Теперь на сайте появился срок продажи акций декабря 2020. Что можно здесь оптимистично предложить по-вашему? Предложить, мы предлагаем инвестировать в образование прежде всего и понимать, что ценность образования идет прежде. Но это я как бы от себя повторюсь в сегодняшний тезис мой. Но по поводу смены даты, если вы следите за новостями SkyWay, то вы поймете, почему это происходит. Потому что, во-первых, идет недофинансирование, во-вторых, многие подрядчики не готовы выполнять столь качественные заказы, столь серьезные заказы. Поэтому подрядчикам нужно время для того, чтобы приноровиться под требования технологий SkyWay и наладить взаимодействие с конструкторским бюро Анатолия Дорожевича Ильницкого. Кроме этого. Плюс надо собрать необходимые суммы. Как вы знаете, на Руси долго запрягают, быстро едут. Поэтому столь, вообще я вам скажу, что транспорт, внедрятся какие-то инновации в транспорте, особенно не просто инновация какая-то одна в уже существующем транспорте, а новый вид транспорта, он просто априори не может внедряться быстро и нахрапом. Это очень серьезная, кропотливая работа. Очень многие компании внедряли какие-то новшества, тратили десятки лет, чтобы что-то внедрить. И я вам скажу, что на сегодняшний день даже вот результаты выставки в Берлине, Минске, просто я считаю, что по срокам это фантастические результаты. Поэтому проект движется, очень серьезно движется, очень быстро движется. А с 17 на 20, ну вот более реальные какие-то цифры проступают. Вы же поймите, что во многом первопроходчество идет, по сути говоря, в этом проекте. Как в технологиях, так и в реализации этих технологий. Государство готово принять сейчас эту технологию документально? Ему надо тоже готовиться. Нужны технические условия, нужны какие-то стандарты, утверждения там. Это все работа очень кропотливая. И она идет, но как бы естественно мы должны смотреть на реальность. Главное, чтобы пошло. И пошло так, как заявлено. То есть со всеми техническими заявленными критериями, параметрами, показателями. И чтобы пошло успешно. Вот это самое главное. А пойдет оно раньше или позже? Пусть позже, но хорошо. Чем раньше, но с недоделками. Я считаю так. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Вот это мудро. Так, я аккаунт верифицировал. Теперь у меня конвертация доступна. Не предупредили. Не хочу пока конвертации. А вам ничего не надо делать. Один пакет выплачен, второй процессе. Тот, который выплачен, сам конвертируется. Статус конвертации недоступна? Нет. Ну а зачем вам это делать? Это завершение процесса. Оно должно пройти. За вами закрепятся доли, уже реально закрепятся. И дальше, а по тому, который вы еще выплачиваете, пока нет. Пока не будет этого закрепления. То есть они как бы формально не закреплены, но фактически вы не являетесь их владельцем этих долей. А так будете владельцем. Я не знаю. Я вообще вот, например, в личном кабинете только новости читаю. Я ничего не предпринимаю. Когда что-то, какая-то покупка происходит, оплатил и все, и ждешь. Дальше ничего не предпринимаю. Изменились какие-то паспортные данные, внес, верифицировал и все. Больше ничего. Все делают наши программисты, компания, делают поставленные люди для этого, которые добросовестно работают, насколько я знаю. И вижусь каждый месяц с теми, кто работает в головной компании и с теми, кто работает в нашей компании. Периодически встречаемся, общаемся, видимся. И знаю, что везде добросовестные люди, все стараются, все даются полностью в работе и оно идет. То есть как бы нам не нужно никуда забегать вперед, оно все произойдет в свое время. Так. Текстом вопрос-ответы для личного кабинета. Вы знаете, столько работы, сейчас как бы ставить вопрос-ответы, но была идея. Мы хотели на форуме выложить, но просто руки даже до форума до сих пор не находят. Уже есть и интернет-адрес, и форум уже есть, уже готовый практически. Там только нужно прописать какие-то вот эти первые тексты. Ну, даже до этого просто пока руки не доходят, потому что у нас идет настолько стремительное, бурное развитие, что, ну, к сожалению, пока вот, простите, не доходят руки до этого. Ну, и как бы мы больше акцента даем на вебинары, и вы можете эти вебинары посмотреть в записи. И все, что вы посмотрите в прежних вебинарах, там уже на многие эти вопросы я отвечал много раз. Поэтому, как бы, какие-то моменты там остались, какие-то сейчас повторяю. Вот, кто интересуется, может обратиться. Как бы, это проще записать вебинар, чем переводить его в текст. Это сажать человека за перевод речи в текст, и потом это все править, выставлять это, знаете. Так, так что, дали всего в компании. Ой, оценено на 400 миллиардов, а я не помню цифру. Не запомнил, я специально слышал ее, Андрей Ховратов говорил, а я и не помню даже, сколько всего дали. Различие доступной и недоступной конвертации. Недоступна она тогда, когда ваш личный профиль не соответствует требованиям программы корневой компании. То есть, ее требования не совпадают с тем, что предлагает ваш профиль. То есть, что-то или не так заполнено, или недозаполнено. Вот когда это совпадение происходит, тогда происходит конвертация. Так, 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 так. Можно сейчас зарегистрироваться в ФПО или можно подождать. Можно сейчас зарегистрироваться в ФПО. Оно, регистрация-то открыта. Просто мы, как бы, сейчас работа идет по потребительскому существу. Это будет перспективное направление. Скоро, ну, будут предложения и по нему со временем. Мы сейчас все разработаем. Это просто очень большой пакет документации. Нужно под него создать, скажем так. 400 миллиардов долей. Я не знаю, 400 миллиардов. Оргой 400, может, больше. Там, по-моему, какие-то более точные цифры есть даже. Я не помню. Так. Ася, какой процент из этого налога? С чего налога? Непонятно. Так, Надежда, можно сейчас еще разобрать? Или так. У меня была такая же ситуация, Светлана, с Яндексом. Мне вернули мои деньги. Это кажется, возможно. Просто им надо отправить все подтверждения. Совершенно верно. У меня тоже были проблемы когда-то с Яндексом. Я их в итоге долго решал, но решил. Деньги вернулись. Никуда не пропали. Так. Какой платежной картой вы посоветуете пользоваться для работы со Skyway? Халжат, вы смотрите по вашему региону и по тому, что отображается в вашем кабинете. Если вы из Казахстана, можете связаться с представителем в Казахстане, с директором представительства. Это Жамиля. В Алмате есть офис. Можно даже прийти туда, и вам там все разъяснят, если есть какие-то дополнительные вопросы. Именно по Казахстану или в Узбекистане. В Киргизии у нас есть представительство. Не конвертировать мои акции, потому что у меня не подписан договор на оказание консультационных услуг. Но я не планирую строить никаких структур. Вы можете не строить структур, но договор на оказание этих услуг необходим для того, чтобы и конвертация прошла, и потом какие-то начисления были. Создавая портфель и не инвестируя с 2015 года. Что делать? Дело в том, что подписание, я понял, подписание договора на оказание консультационных услуг не является участием в предпринимательской деятельности. Вы получаете консультационные услуги от компании. Просто в рамках тех услуги вам продаются и ИПы и так далее. Так, Ася, как проводятся уроки частного инвестора? Смотрите по новостям, сообщениям, как вот с Камейвис Групп вебинары есть, так есть и вебинары от Академии частного инвестора. Вот в Академии частного инвестора будут новости. Игорь Романенко и Антонина Киеновская у нас в Рамковской Минвест Групп ведут. И они же также являются, у нас сейчас расширился преподавательский состав Академии, так сказать, будут еще дополнительно новые курсы создаваться, я так понимаю. В перспективе, в планах это есть. Следите за новостями, будете смотреть. Денис, в чем разница для инвесторов между обязательствами свистки без конвертации и конвертацией. Но это обязательство не является прямым владением, прямой собственностью, то есть вы не являетесь прямым собственником вот этих долей. Они за вами закреплены, но они не ваши. А конвертация производит вас прямого собственника вот этих долей. Вот в чем разница. Но SWIG является компанией, которая выполняет свои обещания, и те, у кого они не конвертированы по какой-то причине, то ли не выплачен там спецдисконт, то ли несовершеннолетний, то им переживать не за что. Когда наступит время возможности такой конвертации, она будет совершена. То есть в любом случае, даже если она не происходит, если вдруг, к примеру, в будущем пойдут по ним дивиденды, то они будут выплачиваться по, дивиденды по тем, закрепленным за вами долям, будут вам выплачиваться, даже без конвертации. То есть, но компания стремится к тому, чтобы максимально быстро сконвертировать всех своих клиентов и партнеров, чтобы они стали прямыми прямыми владельцами. То есть фактически выполнить обязательства перед вами. Вот в чем разница. Обязательства – это обещание, а конвертация – это уже исполнение этого обещания. Вот разница. Так, главной компанией, Денис же спрашивает, передача акций от компании инвестировала подписана на договоре с ссылкой на устав. А в си, каким образом документально зафиксирована передача долей? Вот этой конвертацией. Обязательство подтверждено сертификатом, который есть у вас личном кабинете, когда вы покупаете АИ. Так, Юлия, сейчас мы инвестируем строительство экспериментальной площадки. Это указано в договоре, которое не может давать прибыль. Откуда будут дивиденды? Нужно будет покупать акции снова на адресные проекты. Поймите, строительство экспериментальной площадки это шаг к продвижению самого проекта. Как только площадка построена, транспорт по ней поехал, он сертифицирован. Тут же начинается строительство этого транспорта по разным адресным проектам. И как только там они построены, то доли, которые вы получили, инвестируя в образование, после конвертации, именно при строительстве этой экспериментальной площадки, эти доли будут приносить дивиденды, прибыль. Это пойдет в головную, в корневую компанию. Сколько бы ни было адресных проектов, прибыль первым должна получить корневая компания, та, которая владеет технологией. И вот с этой прибыли и пойдет отчисление дивидендов. Понимаете? А доли в адресных проектах это уже немножко другое. Это уже конкретно доли только в этом адресном проекте. И дивиденды выплачивают только от прибыли в этом адресном проекте. А в экспериментальной площадке эта прибыль будет идти от всех проектов одновременно. Сколько бы их ни было построено во всех странах мира. Вот такая разница. Алексей, уважаемый, чтобы люди понимали различия между долями и акциями, простой пример. Всего акции 400 миллиардов, если я приобрел 4 миллиарда акций, то моя доля составит 4 делить на 400, 0,01. Одна сотая. Да, одна сотая. То есть у меня всего одна сотая доли, а не 4 миллиарда долей. Ну да. Одна сотая доли, да. Но мы их называем долями, потому что они выражены, вот эта одна сотая долей выражена в виде 4 миллиардов шеров, тех же долей. То есть тут как бы слово доли в двух смыслах одновременно используется. То есть доля, как доля от общего, но именно дробная доля, то есть там треть, сотая, десятая часть. И доля как конкретно выпущенная единица, как вот знаете, ну не как, ну как отдельная бумажка, но сейчас бумажки не делают, по идее должна была быть какая-нибудь, как лет сто назад, это была бы какая-нибудь там купюра или бумага с какими-то там вензелями, с названием компании и стоимостью, номинальной стоимостью вот этой вот доли. Там единица должна быть какая-то, вот та, которая принята в компании. Именно для них. так. А так вы посчитали все правильно, Алексей. Так, Рейса, АИП оплачен на нового года 4 месяца досрочно, еще 6 месяцев. Можно ли сейчас проплатить, закрыть программу АИП? Да, всегда можно закрыть досрочно, проплатить и закрыть. Так, все вебинары, есть записи, нет проблем вообще. Да, совершенно верно. Рейс, спецдиск, закрыть любое. После комментации нет изображения сертификата в электронном виде, есть только возможность заказать доставку сертификата в бумажном виде. Как можно получить изображение в электронном виде переносить сертификатов? Наверное, обратитесь в службу поддержки. Можно обратиться напрямую на сайт rsvsystems.com в их поддержку, либо в нашу, они свяжут вас с их поддержкой. И тогда вы сможете от них непосредственно получить ответ на этот вопрос. Потому что я в эту кухню это программисты формируют, поэтому немножко не смогу вам так грамотно ответить. Так, Валентина Каевой-Рок. В личном кабинете есть предложение посмотреть копию сертификата. Почему он подписан Хавратовым? У вас, Валентина Хавратовым, подписан сертификат, тот, который от Skyway Invest Group. и он должен быть погашен. После погашения этого сертификата у вас появляется выписка из реестра ЕРСС Холдинга, которая подтверждает, что доли конвертированы в ЕРСС Холдинг. Компания Skyway Invest Group выдает вам сертификат, что за вами закреплены обязательства, и затем этот сертификат она должна погасить. Но у вас должно быть подтверждение, что у вас были доли в Skyway Invest Group. Это как бы история ваших отношений со Skyway Invest Group. Она должна быть обязательно в личном кабинете. И она у вас сохраняется. Поэтому вы видите сертификат с подписью Андрея Хавратова. Это первый. А вот следующие документы поищите. Если вы не можете найти в личном кабинете, то попросите службы поддержки, чтобы вам подсказали, где найти. Или вы увидите, что после конвертации обязательно появляется выписка из ЕРСС Холдинга. И там можно заказать бумажный сертификат на уже новые конвертированные доли. вот эти. Так, Егор уточню вопрос. Егор пишет в Skyway мы подписываем договор и вымеляем пакет в рассрочку или в рассрочку после оплаты полной. Получаем выписку сертификат. През договоре прописано отношения Skyway и инвестора, включая условия владения, условия получения дивидендов. А в SWIG мы подписываем договоры на обучение, далее оплачиваем пакеты или рассрочку после их оплаты получаем выписку сертификата. После какого договора мы являемся владеем акцией доли с правом владения акциями и правом получать дивиденды на каких условиях и так далее. На каком основании мы получаем акции доли на основании покупки обучающего пакета. Объясните, пожалуйста, схему подробнее. То есть вы получаете обучающий пакет и компания дарит вам обязательство сделать вас владельцем доли Skyway одной из компаний Skyway и выплачивать по ним дивиденды. То есть либо если вы еще не стали владельцем доли Skyway то дивиденды вам будут выплачивать даже по этим закрепленным за вами долям. А если уже конвертация произошла, то тогда дивиденды будут выплачиваться по непосредственно уже по этим долям напрямую вам. Все равно. Но собственность будет за вами закреплена. Чем подтверждается? Подтверждается электронный внутренний сертификат, который есть в личном кабинете. При покупке любого АИПа у вас после покупки АИПа у вас формируется вот этот электронный сертификат. в нем прописано, что Skyway МВИС групп обязуется перед вами в лице директора Андрея Хавратова сделать вас владельцем. Вот это обязательство это и есть публичное обязательство для вас, то, которое дарит вам компания бонусом к покупке образовательного курса. И компания впоследствии выполняет свои обязательства перед вами, она проводит конвертирование вот этого обязательства, как бы так сокращенно скажем, обязательство превращается в доли ЕРСС-Волдинга. И вы становитесь владельцем доли ЕРСС-Волдинга. Вот. Вот и все. Электронный внутренний сертификат является документом. внутренним документом компании, который приравнивается к обычному нормальному заверенному юридическому документу. Это очень серьезный. Ирина Красникова, вы к спонсору бежите. Ну, удачи вам. Андрей, увеличение рыночной стоимости акций сказывается на сумме дивидендов? Конечно. И рыночная стоимость акций, и получаемая прибыль растут. Скажем так, но если давайте разделим, рыночная стоимость акций высокая, то есть, ее можно продать дорого, но высокая рыночная стоимость акций не может быть у неработающей компании. Если компания не работает, не получает прибыль, то и акции ее будут дешеветь. Если акции большие, дорого стоят, то, соответственно, это есть свидетельство того, что компания успешно работает, а значит, это значит, что идет прибыль, а с нее с каждой прибыли корневая компания получает 20%, выплачивает прибыль на дивиденды. То есть, чем больше прибыли, и чем больше адресных проектов, тем и акции дороже, и прибыли больше. Значит, и дивиденды выше. Так, человек уехал в другую страну, а адрес подтверждает прежний, и сертификат выписан на старый адрес, где уже больше года не проживает, а в новости тоже временный адрес. Что в этом случае делать? Что делать? Дождитесь, когда появится постоянный адрес, а лучше всего, лучше всего, я вам рекомендую прослушать курсы, все какие доступны в личном кабинете, по знаниям касательно частного инвестирования, начните работать на создание своего будущего, обеспеченного гарантиями, гарантии, и вы построите себе такую финансовую подушку безопасности, которая позволит вам получить постоянное место жительства, такое, которое вам будет нравиться, и тогда вы оформите по новой уже эти сертификаты на новый адрес, уже постоянный ваш. пока даже старые сертификаты имеют силу, потому что если вы приложите подтверждающие документы, что вы это вы были тогда, когда покупали эти сертификаты, то этого будет достаточно, чтобы признать их действительность. Я так понимаю, что я не все вопросы ответил, если, как говорится, последние из Магикан еще остались, сейчас я быстренько пробегусь, посмотрю, что там у нас было в электронных вопросах, я имею в виду последние из Магикан, никто еще выдержит ответы, у меня уже голос сипит немного. Так, вопрос Виктор Гулевич ЕРСС, Виктор Гулевич Беларусь, почему ЕРСС Холдинг в офшорной зоне, это я отвечал в прошлом разу. Так, что делать дальше, когда закончился дисконт, нет возможности пока купить другой, спрашивает Кречетова Лидия Казахстан. Как это? Дисконты есть, спецдисконт закончился, да, но возможности АИПы купить есть. Слушайте образовательные курсы, которые доступны, прослушайте их все, вы не пожалеете. Они вам подскажут, что вам делать дальше. Так, давайте я на все вопросы наверное не отвечу, все, которые были записаны вами здесь, потому что я на некоторые уже ответил. то есть, так, что делать, когда закончился, так, это есть, можно ли узаконить свои акции, как это сделать, Авраам, Шафран. Они узаконены, просто дождитесь конвертации, только не акции, а доли. Пошаговые планы покупки акций Skyway и их личное оформление заранее благодарен. Это есть в личном кабинете, если вы не поняли что-то в нашем вебинаре, обращайтесь в службу поддержки или пишите, или приходите на новые вебинары, слушайте разные вебинары нашей компании, вы узнаете много нового для себя и много во всем сможете разобраться. Как оформить на наследство дочери плохое здоровье? Можно просто прийти к нотариусу и сказать, что Я хочу завещать, я владею долями и обязательствами Skyway в целом и все эти доли и обязательства я завещаю своей дочери. Обобщенно, не обязательно все детально. Если у вас есть на руках электронный сертификат, можете распечатать его, если он уже особенно после конвертации выписку можно распечатать и с этой выпиской прийти, тогда нотариус может переписать содержимое выписки. Тогда вы напишите. Просмотрите прежний вебинар, по-моему, предыдущий вебинар я давал ссылку, есть видеозапись, я давал ссылку на текст, примерный текст завещания. Вот уже некоторые сходили к нотариусу и подтверждают, что уже оформили завещание благодаря этому тексту. Вот, можете воспользоваться этим. Так, начинающий партнер компании Skyway Invest Group Татьяна Ефимова очень рада работать сотрудничать с компанией, есть несколько вопросов, которые задают мои партнеры и клиенты. Как и куда будет осуществляться вывод средств, дивидендов, если мы не указали счета и банковские реквизиты? Это я уже ответил, это мы отдельно запросим у вас эти данные. Насколько осуществляется безопасность профиля партнера и данных его счета? Программисты работают, я говорил уже об этом, валидность сертификата акций компании. Ну, валидность это значит безошибочность, по сути говоря, надежность. Я уже тоже говорил, электронная форма, она принята во всем мире, она является реальным юридическим документом. Вот. Значит, давайте еще один момент. Я вот, как раз, благодарю Николаю, как раз я хотел сказать, промокод с сегодняшнего дня действует. По 23 ноября включите его, запишите его, пожалуйста. Всех, кого вы зарегистрируете на вот этот период, они все получают дополнительно 30 акций за верификацию аккаунта и 20 акций подарок от компании Skyway Invest Group при регистрации нового партнера. Значит, в сумме получится 50 акций. не акций, вернее, это долей правильно написать. Вот привычное слово акций долей компании Skyway. Значит, да, благодарю вас за то, что вы столь внимательно все прослушали. я, я, к сожалению, не ответил на некоторые вопросы, которые вы писали в электронной форме. Я прошу прощения, потому что все-таки времени много и я так понимаю, что все уже немножко устали. Давайте так, основные вопросы, я думаю, что я осветил. Понимание и видение я вам определенное дал. Значит, еще раз акцентирую на образовании, которое дает наша команда, наша компания. Поэтому обращайтесь к образованию, получайте вот эти знания и вы начнете разбираться еще больше в этом всем. И это позволит вам создать будущее обеспеченной гарантией. И вместе мы с вами сделаем наш мир лучше, будем способствовать и новой экономической эволюции мира, и новой духовной эволюции мира, потому что духовная эволюция тоже должна измениться. С деградацией мы должны перейти на действительно развитие всех лучших сторон человеческого внутреннего мира, и характера, и души человека, его личности, разума, интеллекта и так далее. Поэтому я желаю всем сил, устремления, успехов, гармонии, процветания пусть у вас все сложится отлично во всех сферах вашей жизни, и пусть вам всегда помогает высшая мудрость, премудрость, как ее называют, премудрость София, выходить из любых ситуаций достойно и всегда идти к самому лучшему, что есть во Вселенной. Я вас благодарю за внимание, удачи вам всем, до следующей встречи, счастливо. Субтитры субтитры